Сначала у меня началась полная апатия, я не могла ничего делать вообще, я могла только спать и плакать. Я не программист, я не видела себя как-то на какой-то удаленной работе, и я понимала то, что у меня нет вариантов. Я себе какую-то нарисовала картинку, то что вот когда-нибудь у меня будет дом, и там у меня все будет хорошо, нужно еще немножко потерпеть. Всем привет, меня зовут Алина, мне 28 лет, 3 года назад мы купили с мужем дом на хуторе, и сейчас живем в этом прекрасном месте. Все детство, все каникулы проводила в Лиде у бабушки, у нее была дача, правда без дома, это просто был дачный участок. Мечтали о том, что у нас будет тоже когда-нибудь домик, будем там выращивать огромную картошку. Потом, когда я немножко подросла, я стала ездить в деревню к другой бабушке, там у дедушки уже было хозяйство, куры, кролики, собака. Я все это дело обожала тискать, у меня все кролики были ручные, куры тоже, я когда заходила в курятник, на меня они все залетали, и это заставляло столько впечатлений всегда. Мы начали встречаться с нашим мужем, и практически все наше время мы проводили на даче у его родителей. Потом мы еще начали постоянно выбираться куда-то с палатками. Он всегда находил какие-то интересные места, интересные маршруты, мы путешествовали на великах, нагружали вещи, садились в электричку и ездили куда-нибудь в лес ночевать в палатке. Так проходили практически все выходные. И чем чаще мы куда-то выбирались, тем больше хотелось все-таки свой дом. Палатка – это круто, но дом – это еще лучше. Хотелось где-то именно базироваться на природе, на постоянной основе. Я всегда мечтала жить вот в тишине. Я заканчиваю работу, я не пользуюсь здесь никакими гаджетами. Нет соседей, никого вокруг. Я здесь просто в гробовой тишине, наслаждаюсь. Мне в этом очень комфортно. Это деревня хуторского типа. Здесь практически все дачники. Живем в этой деревне только мы с мужем. И еще где-то в километре от нас есть еще один жилой дом. Прямо возле нашего дома большое поле, на котором часто можно наблюдать диких животных. Рядом большой лес и река. Ну и еще здесь можно заводить неограниченное количество животных. При желании даже лошадь завести, ничего не сделаешь в квартире. А я животных очень люблю. Для меня это важно. Здесь довольно-таки сложно жить без машины. Потому что если вдруг что-то нужно, условно говоря, молоко закончилось, то ближайший магазин отсюда в 4 километрах. Там молоко только, наверное, и можно купить. Но это обычный сельский магазин. Но сюда, благо, ездит доставка еды без каких-либо проблем. Поэтому мы периодически пользуемся этой опцией. В любую точку Беларуси заказывайте доставку онлайнер Прайм. От бытовой химии до бытовой техники привезем супербыстро в удобное для вас время. Заказанную сумму от 100 рублей доставляем бесплатно. Вообще мы сразу договорились с мужем, что как только мы покупаем дом, неважно, в каком он будет состоянии, даже если он будет без полов, без крыши вообще, мы покупаем и все, и мы туда переезжаем. В крайнем случае мы будем жить в палатке. Мы хотели понять, чего мы хотим все-таки. Мы посмотрели, наверное, за все время около 100 или 150 домов. Нам все не нравилось, мы везде находили какие-то минусы. И этот дом был последний. Этот дом мы купили за 8,5 тысяч долларов. Но, насколько нам рассказали соседи, изначально он продавался за 3 тысячи, по-моему, 200 долларов. Его купил мужчина. Он поменял здесь крышу, окна. В одну из комнат зашил стены гипсокартоном свежим. Все заштукатурил, покрасил. Ну и продал его уже нам за 8500. Ну как бы то на то и вышло. Просто он уже... Мы приехали на готовое, и нам самим не пришлось этого делать. Весь участок был заросший. Здесь лежали просто горы мусора. Разобранные старые сгнившие диваны. Очень много сгнившей древесины. Мы это все расчистили, прокосили максимально. Ну вот три года уже косим. На самом деле участок все равно еще оставляет желать лучшего. В идеале его, конечно, вообще выровнять, засеять все газончиком. Меня, если честно, пока устраивает так вот. Первым делом нам нужно было обеспечить себя водой на участке. У нас бурили, 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 бурили. И воду так и не нашли. Мы понимали то, что с каждым метром бурения мы заплатим больше и больше денег. В итоге у нас сейчас скважина 54 метра глубиной. Прилично вышли за бюджет. Мы все делаем уже три года постепенно. По прикидкам, наверное, мы вложили сюда порядка 9-10 тысяч долларов. Мы очень долго думали по поводу своего дела. Это довольно-таки сложно, потому что, например, даже если делать тот же сыр, нужно держать здесь животных. Если ты здесь с животными, то ты отсюда никуда не выйдешь. Мы все-таки любим путешествовать, и мы не хотели себя вот прям полностью привязывать к этому месту, чтобы мы в любой момент могли сорваться вместе с нашими собаками и куда-то уехать на недельку отдохнуть. Когда мы купили этот дом, муж сразу же уволился с работы и все, осел здесь. Я тоже уволилась с работы. Мы занимались ремонтом, снимали блог, отдыхали, разгружали мозги. Это, собственно, наш дом. Как я уже говорила, мы его купили, когда здесь была полная разруха. Здесь не было никаких перегородок, то есть одна большая сплошная комната. Этот сервант был уже в доме, когда мы сюда переехали. Ну, он был обычного, такого темно-коричневого цвета. Мне стало его жалко, поэтому я решила его перекрасить такой голубенький цвет. Получилось так, ну, вполне миленько. Кстати, на серванте рог, который мы нашли здесь, рядышком возле реки. Вот это вот самый первый рог, который мы нашли. Ну, он такой довольно-таки тяжелый, массивный. Я даже не представляю, как олени-2 таких на голове носят. Но в итоге блог не зашел. Я его активно вела, наверное, около года. Но его не удалось монетизировать. Нам двоим пришлось искать работу. Так как я не программист, я не смогла ничего стоящего найти на удаленке. И поэтому самым лучшим решением на тот момент было переехать снова в Минск. Нам пришлось через многое пройти, чтобы найти этот дом. Мы вложили сюда с мужем безумное количество сил на его восстановление и на ремонт. В итоге все равно у меня никак не получалось остаться жить в доме. Ну и при этом мне не хотелось терять текущее место работы. В какой-то безвыходности сначала у меня началась полная апатия. Я постоянно спала. Потом к этому добавились слезы, нервный тик. Я стала часто брать дни за свой счет из-за того, что я начала плохо чувствовать себя физически. Спустя несколько месяцев просто вылилась в нервный срыв. Я не могла ничего делать вообще. Я могла только спать и плакать. В итоге я донесла все это руководству. Я сказала, как есть. И мне пошли навстречу. И все. И с тех пор мне разрешили остаться работать на удаленке. И я полноценно смогла сюда переехать. И муж катался ко мне просто точно так же с пятницы по воскресенье, иногда среди недели. Мой муж сейчас работает руками, катается по всей Беларуси. Ну, мы скучаем друг по другу. Мы 10 лет вместе и мы практически никогда так не расставались до покупки дома на такое длительное время. Я думаю, что мы вырулим. Все будет классно по итогу. Здесь просто шикарнейшая природа. Здесь собакам классно. Просто они в восторге. Здесь много диких очень животных. И у меня одна из собак обожает гонять косуль, оленей. Вот эта собака любит ходить, пыхтеть. Ей очень жарко. Она все равно всегда в восторге. Они тут носятся все время. Со мной еще кошки ходят гулять. Привыкли как-то к стае. И они со мной и за грибами ходят, и просто по лесу гуляют. И зимой со мной, даже когда снег и болото, кошки все равно как-то идут, пробираются. В совсем сложных моментах. Они просто сидят у меня на плечах и никуда не уходят. Вот тут скучать прям вообще никогда не приходится. Мы находимся в постоянном состоянии ремонта. И мне кажется, что ремонт здесь никогда не закончится. Потому что мы, когда одно что-то сделаем, пока начнем делать другое, то то, что мы уже сделали, уже придет в негодность. Но зато у нас постоянная перемена интерьера. Ну, тоже интересно. Гости постоянно приезжают, там, о, у вас сейчас там вот это есть. Мы всегда с мужем соблюдаем правила. То, что если все будет ровное, а что-то кривое, то оно тогда будет накидаться в глаза. А если все будет кривое, то все подумают, что так и надо. Ну, как получается, так и получается. Даже если что-то получилось так себе, ты сейчас тут все заставишь, завесишь. Все эти косяки там какими-нибудь картиночками, где-то что-то докрасишь, закрасишь. И в итоге общая картинка будет выглядеть классно. Это наша спальня. Кровать стоит, точнее, это диван. Это самая первая вещь, которую мы сюда купили. И стоит прямо возле печки, потому что зимой здесь, мягко говоря, прохладно. А вот прямо возле печи спать самое то. Практически все вещи, которые здесь находятся, нам достались абсолютно бесплатно. Нам их отдали добрые люди. В том числе даже и красную краску, которой покрашен пол. Эту картину я сделала сама. Буквально за два вечера из тех материалов, которые мне оставила на хранение наша соседка, которая переезжала со своего дома. Вот эти вот всякие природные штучки она собиралась здесь, в лесах, в ботаническом саду. Ну, и я часть этих штучек у нее одолжила и приклеила на клей ПВА. Ну, вот так вот получилось. Так, череп косуль я, наверное, не буду показывать. У нас забора нету, у нас здесь очень много диких животных. Сели ужинать. Мы смотрим в окно, и к нам под окно переходит вот под яблони олени. Один из олени щипал траву, вот прямо вода стекала с крыши, и там растаял снег, и была зеленая трава. И вот он прямо из-под фундамента ее щипал. Я тихонечко открыла окно, вытянула руку, и пока он щипал эту траву, погладила оленя со своего окна. У них еще были бирки на ушах, желтые. Я им по номеркам дала клички. 17 номер Тося, 51 Фрося. И они остались у нас на участке жить. И вот прям они топтались. Мы на участке уходим, и они ходят. Ну, они никуда не собирались уходить, они у нас здесь прикормились. Потом муж начал на рынке покупать им сразу по 30 килограмм капусты, огромные мешки, ящиками покупал всякие мерзлые эти помидоры, вот просто вот за бесценок, ни кондицию. Лимоны даже им покупал, курму им покупал. Мы в доме что-то делаем, а они в окна заглядывают, ну, чтобы что-то им дали. И мы сидим ужинаем, а у нас оленья морда в окне, вот так вот прислоненная смотрит просто на стол, дайте что-нибудь. У меня вот там на доме, под крыльцом, висел венок, сделанный из колосков. Они его, разумеется, тоже съели. Рядом с баней висели использованные веники, они тоже их съели. Ну, вот все, что можно было, как-то вот закончилась у них эта капуста, они перекочевали к соседям. Постепенно начали то к нам, то к соседям. И в один прекрасный момент они просто ушли. Я не исключаю того, что, может, там, через 20 лет, и я скажу, все, надоел мне этот бесконечный ремонт в доме, надоело мне, там, кофе, дегребать, траву поливать. Все, давай, там, муж, поехали в город. Но пока я чувствую то, что мне вряд ли это когда-нибудь этого захочется. Все сложилось вот ровно так, как я хотела, и как должно было произойти. Тут очень классно. Хорошо. Вот. Хорошо. Продолжение следует...